Bonjour! Leçon 18. Урок 18. Сегодня возьмём с вами очень интересное правило чтения. И, ЭЛЬ. И, две ЭЛЬ. Читаются ИЕ или Й. Если перед этим сочетанием есть другой гласный звук, буква, обозначающая гласный звук или сочетание букв, то тогда читается она, а на месте этого сочетания звук Й. Например, АЙ. ЭЙ. Здесь буква Й в закрытом слоге оказывается. УЙ. ОЮ – это У. УНЬ БИЙ. Бильярдный шар. УНЬ БИЯР. Бильярд. УНЬ БУТЕЙ. Бутылка. УНЬ БУТЕЙЯЖ. Пробка на дороге. Вот однокоренные слова. УНЬ БИЙЕ. БИЛЕТ. УНЬ БУЯР. ТУМАН. УНЬ ШЕНИЙ. ГУСЕНИЦА. УНЬ КЯЙЕ. Перепёлка. УНЬ ШЕВИЙ. Лодыжка. УНЬ КЯЙЕ. Простокваша. УНЬ ФИЯ. ДЕВОЧКА. Пусть у вас в голове вот это слово будет как образец этого правила чтения. УНЬ ФИЯ. УНЬ КЯЮ. БУЛЫЖНИК. А также существует очень известный мультсериал, сделанный канадскими мультипликаторами. И главного персонажа, вот этого мальчика, там зовут КЯЮ. Видимо, потому что он, видите, лысый или шово. Так специально сделано, чтобы дети его не ассоциировали с каким-то определённым типом людей. Он не блондин, не брюнет, не кудрявый. Это одна причина. Вторая причина, что вот он необычный, и никто это не замечает. Все к нему относятся очень хорошо. Это для воспитания. Этот сериал есть на французском, на английском и на других языках. Он очень хорош для того, чтобы его смотреть, когда учишь язык. Видите, слова мужского рода, и они заканчиваются на сочетании ИЛЬ. УНЬ БАТАЙЕ, слово женского рода, и тут две буквы ЭЛЬ. УНЬ МЕДАЙЕ. ШАТУЕЕ, щекотать. БАБИЯЖ, болтовня. БАБИЯР, болтливый. БАБИЯРД, болтливая. БАБИЕЙ, болтать. БАЙЕЙ, зевать. УНЬ БЕКИЕ, костыль. ЛА ФАМИЯ, семья. Вот еще одно слово-образец, который часто используется. УНЬ ФИЯ, и ЛА ФАМИЯ. А МАЙО, майка. УНЬ ЛЮЬ, ржавчина. УНЬ ГРЮНУЙ, лягушка. Лягушку тоже хорошо бы запомнить. УНЬ ГРЮНУЙЕ. La nuit, чаще во множественном числе, le nuit, лапша, une brouille, un bouillon, бульон, тоже можно запомнить это слово. Un bouillon, buir, кипеть, это, собственно, однокоренное слово со словом un bouillon, и вот с этими, une brouilleur, это чайник для кипячения, в котором воду кипятят. Buir, кипеть, faire buir, кипятить, то есть сделать, чтобы кипело, faire buir. Un bouillon, это варёное мясо. Есть исключения, есть слова, которые читаются со звуком ль. Во-первых, это три слова, ville, mille, tranquille, и производные от них, однокоренные с ними слова. Une ville, это город. Un village, деревня. Обратите внимание, город, слово женского рода. Une ville, мы скажем, Moscou est grande, Москва большая. Un village, слово деревня мужского рода. Une villa, villa, un villageois, житель деревни. Une villageoise, жительница деревни. И такое же прилагательное. Villageois, villageoise, деревенский. Mille, это тысяча. Миллион, миллион, миллиард, миллиард, un millimètre, приставка mili, un millimètre, millimètre, квадратный миллиметр, un millimètre, millimètre. Tranquille, спокойный, tranquillement, спокойно, наречие. Un tranquillisant, успокоительный, транквилизатор. Tranquilliser, успокоить. Une tranquillité, спокойствие. Вот запомните себе сочетание mille, mille, tranquille, тысяча спокойных городов. En Russie, il y a mille, mille, tranquille. В России тысяча спокойных городов, может быть, даже несколько тысяч, скорее всего. И ещё рассмотрим слова, где тоже может быть звук y, откуда он ещё может взяться. Если после буквы y идёт гласный звук, то она сокращается, съёживается, как бы до звука y. Ведь и в русском языке мы букву называем y краткая. Le ciel, небо. Le miel, мёд. Le cahier, тетрадь. Un ouvrier, рабочий. La faience. Fаяience. Обратите внимание, две точки над буквой y – это знак, называется le tréma. Его ставят для того, чтобы эту букву y читать отдельно, не читать её в сочетании. А y – это сочетание, но здесь мы читаем отдельно и сокращаем её до звука y. La faience. Ещё нужно запомнить слова, в которых запомнить конкретно этих слов произношения, как они читаются. Прилагательное – жалтий, жалтие, милый. И слово нить. Un fil, вот, un fil, un fil. Во множественном числе de fil, filet – прясть, un filet – ниточка. Вот однокоренные слова, ряд однокоренных слов. И теперь обратите внимание на слово сын. Un filet – читается это слово. Пишется это слово по внешнему виду, прям как слово нить во множественном числе. Нити. De fil, un filet – un filet. Получается слово дочь, девочка – это то же самое. И сын – слова, которые нужно запомнить. Un filet и un filet. Теперь предлагаю вашему вниманию посмотреть на пары существительных, которые по смыслу похожи мужского рода слова, женского рода слова. Они имеют соответствующие суффиксы на конце. Если существительный имеет суффикс «эр» в мужском роде, то он имеет суффикс «эр», «эр», «э», 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 «э» акцент «граво» над ним в женском роде. «Р» читается этот суффикс. Un étranger, une étrangère – иностранец, иностранка. Это однокоренные слова, например, со словом прилагательным «étrange» – странный, незнакомый. Un boulanger, une boulangère – булочник, булочница. Un boucher, une bouchère – мясник, и слово женского рода. Un passager, une passagère – пассажир, пассажирка. Однокоренные слова, глагол «passer» – проходить. Un passager – проход. Un épicier, une épicière – бокалейщик. А бывает, что существительные заканчиваются на суффикс «е» в мужском роде. Это будет суффикс «ер» в женском роде. Un cuisinier, une cuisinière – повар и повариха получается. А также une cuisinière – это ещё и плита. Потому что однокоренные слова «cuisiner» – готовить. Une cuisin – кухня. Un cuisinier, une cuisinière – портной, портниха. Это слово и в русский язык пришло. Couturier – только мы называем так тех, кто занимается высокой модой. А во французском это просто слово «портной». И однокоренные они эти слова с глаголом «coudre» – «шить». Un infirmier, une infirmière – медбрат, медсестра. Un infirme – коллег. Un эколier, une écolière – школьник, школьница. Une école – школа. Un sorcier, une sorcière. Calдун, calдунья. Un romancier, une romancière. Тот, кто романы пишет, романист. Un roman – роман. Un ouvrier, une ouvrière. Рабочий – рабочая. Un héritier, une héritière. Наследник – наследница. Hérité – наследовать. Un héritage – наследство. Немножко фраз. Ma famille habite une petite ville. «Моя семья живёт в маленьком городе». J'ai la cheville blessée. C'est pourquoi j'utilise une béquille. У меня повреждённая лодыжка. «Blessée» – это повреждённая, раненая. Ну, повреждённая в данном случае. Поэтому я использую костыль. «J'ai la cheville blessée. C'est pourquoi j'utilise une béquille. Je m'habille. Я одеваюсь. Возвратный глагол. Я меня одеваю. Je mets mon maillot. Я одеваю мою майку. Mes shorts et mes sandales. Мои шорты и сандали. Это слово заимствовано из английского языка и пишется по-английски. Это в английском языке, вот это сочетание – это звук «ш». Пишется по-английски, произносится тоже на английский манер, но с каким-то французским тоже произношением. Получается вот такое слово. «Je m'habille. Je mets mon maillot, mes shorts et mes sandales. Il travaille comme un ouvrier à la fabrique. Он работает как рабочий на фабрике, то есть рабочим. Вот это глагол «траваer», «работать». Глагол первой группы. Существительное мы видели сегодня «работа мужского рода». «Un travail». И там пишется в существительном одна буква «L». В глаголе сочетание с двумя буквами «L». «Fais bouillir de l'eau, je vais prendre du thé». «Вскипяти воды я сейчас буду пить чай». Ближайшее будущее время – это глагол « идти» плюс неопределённая форма глагола. А «пить чай» – это устойчивое выражение с глаголом «брать». «Pounder». «Pounder du thé» – «пить чай». И вот, зацепившись за последнюю фразу, я хочу вам объяснить частичный артикль. Потому что вот в этой фразе частичный артикль использован перед неисчисляемыми существительными. Вода – чай. «Вскипяти воды» в русском языке в этой фразе тоже отражена частичность. То есть мы пропускаем слово, обозначающее количество воды. «Вскипяти» – литр воды, сколько-нибудь воды. Да, мы это опускаем, сразу говорим родительный падеж. «Вскипяти воды». Вот это и есть частичность в русском языке. Во французском языке есть специальный артикль, частичный, который используется вот в таких местах, перед неисчисляемыми существительными. И в женском роде этот артикль имеет вид «de la», вот он тут и использован. «Fait buir de l'eau», потому что слово «l'eau» – вода – это женского рода существительное. Ну, а тут оно ещё и начинается с гласного звука. Когда с гласного звука начинается, неважно оно мужского или женского рода, оно всё равно вот этот усечённый вариант. «Je vais prendre du thé» – это мужского рода частичный артикль. «Я выпью чаю». Итак, вот вы уже увидели, как выглядит частичный артикль. «De la» – женского рода, есть усечённый вариант «de l», если слово с гласного звука, и «du» – мужского рода. И посмотрите, ведь есть же ещё, бывает предлог «de» плюс определённый артикль. Тоже «la» – усечённый или «du» – это как раз, как я называла арифметика французского языка. «De» плюс «le» – предлог «de» плюс артикль «le» сливаются в «du». Да, действительно, частичный артикль выглядит точно так же, как предлог «de» в сочетании с определёнными артиклями. Как же тогда отличить? Просто смысл разный используется в разных местах. Вот эта конструкция используется для отражения частичности, то есть перед неисчисляемыми существительными. «Donne-moi de la confiture, de la marmolade, de la limonade» – дай мне варенье, мармеладе, лимонаде. Перед словами женского рода. «Ela de la générosité» – перед абстрактными понятиями. Это тоже неисчисляемые существительные. «Она щедрая», «у неё есть какое-то количество щедрости». Так тоже используется. Так, с усечённым примером «donne-moi de l'eau», «дай мне воды», «il a de lardies». «Отважность» – вот эта смелость, отважность. У него, он отважный, у него есть какое-то количество отваги. «Мужской род». «Donne-moi du jus, du vin, du sel, du sucre», «дай мне сок, вина, соли, сахара». И «il a du courage», и он смелый, «courage», «смелость», у него есть какое-то количество смелости. Вот в таких местах используется частичный артикль. Вот посмотрите, где предлог, где не частичный артикль, а где предлог. «Le chat de la fille du boulanger», «кот дочки булочника», «в притяжательной конструкции», «пожалуйста». Нужен предлог «de», или «apporte-moi de l'eau de la maison, s'il te plaît», «принеси мне воды», это частичный, «из дома». Предлог «de», «как направление движения из». Вот это не частичный артикль, это предлог плюс определенный артикль. «C'est tout pour aujourd'hui», это все на сегодня. До свидания. Au revoir. Au revoir.